Ну и можем начать новую миссию в это время. Ну, на самом деле, действительно интересно. То есть, так мы понимаем, этот ассасин, хоть и остался в облике ассасина, но стал темплиером по сути, выступая против ассасинов. Правильно же я понимаю, что он, скрывшись, призвал византийцев, то бишь в этой игре это и есть темплары. И значит, он с ними заодно. Это интересно. Учитывая Роуг и её уклон, типа, что вы впервые играете за темплара, хотя это не совсем правда, потому что мы уже играли за темплиера в Ассасинскрит 3, хоть и не всю игру. Ну, всё равно. А тут мы как бы сражаемся с одним из темплиеров, который был ассасином. Это тоже интересно. Это развитие самой идеи. И это приятно, что всё-таки нет некого добра и зла, то есть, как бы, есть добро и зло и более ничего. Есть всё-таки некоторые отдельные мотивы, у каждого свои, и поэтому не все одинаково всё делают. Это хорошо. Это как бы расширяет мир и делает его не таким однообразным. Это хорошо очень для Селена Ассасинскрит. То, что она так всё равно постепенно продолжает расширяться. Как-то я убого всё плаваю. Но я так понимаю, мне всё-таки надо на ту сторону или нет? Ага, опять на ту сторону. Вон я вижу человека, который может меня провести. Ух ты, мне даже не пришлось плавать. Да, вот ты. Не вышло. Ну да ладно. Не вышло. Не промокнуть. Привет, чувак. Давай на Imperial District меня. Прикольный такой вечерний Стамбул издалека. С берега. Даже не с берега, а как бы с поверхности воды пока позагружается. Ух, быстро опять же мы здесь оказались. Это приятно. Это действительно приятно. И что тут у нас? Всё, ничего теперь уже осталось, преодолев воду. Мы оказались достаточно близко. Здесь кажется, до этого как раз мы отбирали ключ. Да, похоже на то. Весело было. Ну так, относительно. Привет, атаманские ребята. Не переживайте особо за меня. Я в порядке. Так, подвиньтесь немножко. Извините, дамочка. Летер респект. Ух, ух. Ух, какие мы недовольные. Так, ну что. А, сюда. Всё. Возвращаемся, значит, в... Так сказать, главные покои. Главное состояние. Дамагед. Не, 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 не. Что я могу видеть. Бизантина Templарь может быть плохими, но они будут хорошими. Дественные tenants. Если они прияты в оператора, они любят его в порядке. Потому что они intend to stay. Какая миглядь. Ну, что, предупреждение. Если вы хотите научиться разобрать свои собственные бомбы, я могу показать вам. Даня, не, не, не... Одну, и... Один, и... Даня, и... И, БАНГ! Даня, дезинка. Даня, даня. Серьезно? Посмотри на твою face! Вот, я тебе покажу. Так, ну, собственно, Юсуф сейчас научит нас создавать бомбы. Различные. Тоже одна из новых нововведений в Revelations, которых не было в предыдущих частях. Так, что нам надо делать? Ну, давайте. Что, почитаем? А, ну, собственно, тут всё, видимо, одно и то же. А, нет, это база данных. Вот сколько их существует. Вау. Неплохо. Лутнём. Заберём ценные материалы, компоненты. Ну и начнём, собственно, со здания. Собственно, сама оболочка, порох и главный ингредиент. Но мы вернемся к этому позже. Для этого фокусируйся на этих элементах. Хорошо, вот это выберем, металлическое. Которое детонируется за 3 секунды. Дальше выбираем арабский порох. Средний по мощности взрыв. Который, так или иначе, влияет на некоторое количество человек сразу. На некоторое количество целей. Ну. А, всё, я выбрал. И что тут у нас? Шрапнель, которая создаёт опасность, чтобы, так как металлические эти шарики, могут вполне себе после взрыва задеть жертв и убить их. Вот так у нас получилось. Достаточно опасная бомба с порохом, опасным на средних дистанциях и... А, средним радиусом поражения и с шрапнелью, которая усиливает радиус поражения. И с самой мощью. И к тому же взрывается за 3 секунды. Да. Мощно. Вполне. Ну и у нас получилось, да, создадим. И добавим в свой инвентарь. Вы найдёте много ингредиентов для бомба с рецептами, скатерясь в целом городе. Так что, держите глаза открытыми и носки на землю, как вы двигаете. Это должно держаться. Спасибо, Юсуф. Вы никогда не видели этот книг? Нет. Это журнал? Да. «Секретный крусад» Николо... Поло. Маркосфад? Я нашёл это на Темпларе в Масиаф. Это проявляет 5 ключевых лобов в Альтайр. Николо привезли их и убили их. Аааа. И Темплары знают это, так что это рецепт во время. Они уже найдут один, внести Топкапо. Я хочу восстановиться и найти его остальные. Так что, где вы начнёте? Я думаю. Это старый поло-трейдинг-пост, я думаю. Они ведут бизнес в этой области, да? Я верю. Вы говорите с человеком, называемым Пири Рейсом, в Базаре. Он может показать вас в правильную сторону. И... Я покажу вам еще несколько рецепт, если вы так интересны. Угу. Хорошо. Спасибо, Юсу. Прям... Кладезь полезной инфы. Для нас. Так, ну что, пойдемте. Я так понимаю, мы продолжаем миссию, которую начали. Почему бы и нет? Так, у нас значит сплинтер-бомба. Сейчас. Да. Очередно. Понятно. Ну, пусть будет эта. Летальная. Угу. Еще бы. Так, и это... Гранд Базар. Очень известное место. Это одно из самых известнейших мест Стамбула. Но мы его проходим так вот. И... И нам вообще сюда, оказывается. Не сам Гранд Базар, а рядышком. Перерейс. Перерейс. Я думаю, что я видел некоторое из ваших первых работ. Перерейс. 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 Да. Ах, этот человек. Он говорит, Ивет. Я навязываю на войну Султана, сейчас на leave для изучения картографии. Но, через мою обучение, я также получил награждение для артиллерии и оборудований, и это очень хорошо помогает нам. Это дает нам... ...садь. Я беру много различных бомб, для ассасинов, конечно. Летал, тактикал, диверсионерий, и несколько... ...пекулярных касин. Все, что ты здесь видишь, это для покупки. Если ты можешь проверить, ты знаешь, как использовать это сначала. Я уверен, что ты научишься. Ну... Никто не остановит тебя. Просто дай мне знать. Хорошо, чувак. Так, ошибаюсь. Так. Ну, собственно, мы это выполнили. И... Можем идти дальше. Так. И у нас депозит появился, наконец-таки. Потому что эта игра работает по той же системе. Мы открываем новые точки и получаем за это больше денег, и получаем все больше и больше депозит по сумме. Так. А вот куда нам идти на следующей миссии? Угу. Сейчас узнаем. Так. Постранись. Постранись. Блин, а что если... Вау. Опасные ребята. Видите, что они играют? Янычары. Спецподразделение. Атаманских войск. По большому счету. И мы дошли до миссии. Постальше. 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 яйцо спокойно ну ладно пошли на задание так а что же у нас здесь бонжорно мэраба плиз камин о экскюстек латтера и ядов не ядов не тяги апсинс мэй ты юсел фром рот сно си хадидином мы ворон дзем си а я мэтсу а декортирует В общем, всё-таки я заметил Мы встретились? У нас есть сейчас. Можешь посмотреть? Пожалуйста! Мои лучшие томмы в заднем Ну что ж, а мы пока с Софией поищем секреты Так, тут что-то было Нет, ничего тут не было Здесь ничего нет Вот похоже Да Неплохо Походу мы отправились за ключом к Масаеву Воу Что здесь? Вы знаете, как долго мы рассмотрим этот filthy сестер? Я был здесь несколько недель. 13 месяцев! Давно с Гранд Мастер находился в Танке. Но он не знает, что он делает. Все он знает, что они там в городе. Это большая город. Токсел. Это я сказал. Возвращаясь к твоему, Айртес. О, Ярбатан Цистер. Дискретная дверь в магазине Софии привела яйцо в подземную цистерну, заполненную Тамплиерами. Обследуйте территорию, но осторожно. И нельзя быть обнаруженным. Мать ее. Сложное дело, однако скажу вам. Хотя, может быть и получится. Посмотрим. Субтитры подогнал «Симон»